Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с Романом Сафроновым снова с вами и хотим поговорить о, опять-таки, насущных вопросах по здоровью. И у нас в гостях сегодня наша очень хорошая подруга Марина Новикова из Греции. И вот какую тему сегодня мы хотели бы затронуть. Это аутоиммунные заболевания. Что такое аутоиммунные заболевания? Это сбои иммунной системы, при котором сам иммунитет атакует не патогенные какие-то моменты, а именно органы и ткани. К аутоиммунным заболеваниям относятся ревматоидный артист, диабет, псориаз, рассеянный склероз, волчанка. То есть достаточно широкий перечень. И почему мы решили коснуться именно этой темы? Дело в том, что в последнее время я все чаще, к сожалению, слышу от своих знакомых и друзей, что у них возникают такие проблемы. И, как говорит статистика, что за последние 40 лет количество аутоиммунных заболеваний выросло в два раза. И вот, допустим, в Германии сейчас от 3 до 8% людей страдают именно аутоиммунными заболеваниями. Марина, расскажи, пожалуйста, какой тебе диагноз поставили? Всем привет! В 2016 году мне поставили диагноз рассеянный склероз. К моему величайшему сожалению. Понятно. Марина, подскажи, пожалуйста, а какие симптомы у тебя проявились? То есть как ты поняла, что что-то не так? И вот с чего это все началось? Ну, мне это началось достаточно интересно, потому что никаких подозрений, что это рассеянный склероз, даже мысли не было. У меня буквально месяца за два до этого момента выскочил диск в позвоночнике, в пояснице. И я ездила на физиотерапию. Вот. Мне его вправили, все хорошо, замечательно было, две недели никаких симптомов. А потом вдруг я проснулась, и у меня онемевшие ноги, причем две. И почему я подумала, что опять что-то не так с диском, потому что когда выскочил диск, то точно такие же симптомы были, а не менее ног. Вот. И я проснулась утром, а у меня обе ноги уже онемевшие, это было, чтобы было еще так страннее, скажем так. Вот. И я снова обратилась к моему физиотерапевту. Поехал туда, он посмотрел, говорит, Марин, все диски на месте, ничего у тебя нету. Говорит, давай ты съездишь к ортопеду. Поехала я к ортопеду. Ортопед тоже посмотрел, сказал, у меня все хорошо с позвоночником, никаких симптомов и странностей он не замечает. Говорит, ну вот то, что ты описываешь, похоже на рассеянный склероз. Давай ты, говорит, ты поедешь к невропатологу. Поехала я к невропатологу. Невропатолог сказал, да, симптомы все 90% похожи, назначил кучу анализов, МРТ, функцию жидкости спинного мозга, анализы крови, там целая куча была, и целые две недели я все это сдавала. Вот, и да, к моему величайшему сожалению, как я уже сказала, диагноз подтвердился. Марин, скажи, пожалуйста, а вот какой прогноз после того, как диагноз подтвердился, да, вот какой прогноз тебе врачи давали? То есть, что сказали, как с этим жить, как бы, то есть, что, как вот это вообще все прошло? Врач сказал, ну вот, все, говорит, надо смириться. Рассеянный склероз у каждого развивается по-разному, говорит, но окончательный вариант – это вот полностью лежачее состояние, перед этим в инвалидной коляске и так дальше. Вот, все по стадии зависит от организма, как он будет, как иммунная система будет сама себя съедать, да. Марин, но… Ничего хорошего, скажем так. Пошмар. Ужасно. Марин, ну вот, а как ты отнеслась? Я понимаю, что это как гром с ясного неба, да, вот тебе не было еще и сорока, насколько я понимаю. Как ты отнеслась к этому диагнозу? Ты была в самом расцвете сил, и тут такой фактический приговор, потому что врачи считают, что это заболевание неизлечимо. Понимала ли ты вот эту всю серьезность, и как действительно вот эти все чувства, как ты отнеслась к этому? Ну, на тот момент понятий вообще, идеи о том, что такое рассеянный склероз у меня не было, потому что я с этим не сталкивалась, у меня даже знакомых с рассеянным склерозом не было, в роду тоже. Вот, естественно, я села, начиталась всего, у меня был шок, паника, то есть, ну, я не знаю, там, слезы ручьем, истерика, я не знаю, как это состояние даже описать, но просто шок, реально шок был, особенно от красочных описаний врача, до какой стадии это может дойти, и причем он сказал, у каждого по-разному, может, и через полгода, то есть, окажешься вот кирпичиком лежачим. Лежачий, овощем, по сути, да? Да. Ты искала какой-то выход, что ты решила предпринимать? Ну, сначала, конечно, села, поплакала, а потом, так как я вообще сама по себе человек оптимист, и вот достаточно веселый и жизнерадостный человек такой я сама по себе, все мои друзья знают, что мне как-то вообще этот диагноз и даже, вернее, описание того, до чего оно может дойти, не порадовало абсолютно, не устроило, скажем так, но я начала искать какие-то дополнительные методы лечения. Вот начнем с того, что я прочитала статистику, что есть 3% людей с рассеянным склерозом, которые полностью излечились. Ну, вот у меня в голове отложилось, почему я не могу быть в этих 3%? И вот я себе такую цель поставила, начала искать всякие дополнительные методы лечения, терапии и так дальше. То есть у тебя была четкая цель и задача, и ты однозначно решила победить свою болезнь, правильно я понимаю? Естественно. У меня к тому же маленький ребенок, я не согласна, я хочу участвовать в ее развитии, в ее росте, а тут мне говорит, врач будешь лежачий, ну как? Нет. Я не согласилась, я начала искать другие методы. Марина, подскажи, пожалуйста, а вот когда ты все это узнала, да, вот потом уже приняла решение, естественно, бороться, как, в принципе, это правильное решение, да, и я считаю, это сильное решение. И вот подскажи, пожалуйста, ты какой-то образ жизни специально начала вести, да, вот в связи с этим? Да, может быть, питание, да? Смотри, я и до этого достаточно правильно питалась, я не пью, не курю, кока-колы всякие там не пью. Всегда сама кушать готовлю, все у меня четко, салаты, фрукты, нормально абсолютно питание, никаких там ударений в какие-то там фастфуды и так дальше никогда не было. Поэтому на питание я не грешила, что я что-то не так делаю. Я понял. Ну, да. Подскажи, пожалуйста, а касательно вот генетического фактора, то есть ты не знаешь, не касался этого вопроса, есть ли какая-то генетическая предрасположенность у этого диагноза, ну, как, в принципе, зачастую бывает, в принципе, у других аутоиммунных заболеваний. Нет, это не генетическое заболевание, то есть по роду не передается, это вот непосредственно заболевание того человека, которое приобретенное им же, оно не заразное и не передается. А врачи тебе не говорили причины, то есть возникновения этого заболевания, ничего не говорили? Что они, не скажу, какая была предрасположенность к чему-то, может быть, какой-то фактор был такой, знаешь, выстреливший. Они до сих пор это заболевание считается неизученным. От него нет ни лекарств, ни медицинских, никаких препаратов, и врачи не знают, почему оно появляется, но вот все, на что они стихивают, как обычно, это на стресс. Вот стресс виноват, там, я не знаю. Вот так. А никто не рассказывал тебе о том, что вероятной причиной может быть патогена микрофлора кишечника? Это когда я уже начала искать другие методы терапии и лечения, я обратилась к новому врачу, который занимается биорезонансной терапией. Вот он мне рассказал о таком моменте, что нужно почистить организм. И назначил мне всякие там натуральные способы, травы, целую кучу чаев я пила, заваривала всякие травки, витамины он мне прописал, но в большей степени аптечные, поэтому я не уверена, что они были тоже натуральные, эти витамины, может быть, частично. А следовала ли ты тому, что он все-таки предложил? Ты попробовала его метод? Да, конечно. Я, наверное, месяцев 8-9 я ездила к нему постоянно на эти биорезонансные терапии, и параллельно я проводила чистку организма, пила же эти всякие ячейки из травы и так дальше. Ну, а были какие-то улучшения от того, что ты делала? Да, я бы сказала, были. Самочувствие общее достаточно заметно улучшилось. То есть усталость стала меньше, какие-то побочные эффекты типа циститов перестали так часто беспокоить. Были, были заметные результаты. На походку особо это не повлияло, не могу сказать, потому что рассеянный склероз, у него два вида поражения, как он начинается. Есть поражает зрительные нервы, это когда глаз один туда, смотрит один сюда. Или опорно-двигательный аппарат. Вот у меня опорно-двигательный аппарат нарушился. Ну, насколько я знаю, у тебя очень серьезные были такие моменты уже через определенное время, связанные именно с опорно-двигательным аппаратом, да? Да, дошло до того, что я с кровати до туалета уже сама доходить не могла совершенно. Я встать не могла, я не могла пройти даже эти несчастные пять метров до туалета или там до ванны. Там помыться, помыть голову вообще было нереально. Знаешь, там молодая женщина, да, и такое состояние, это, конечно, на самом деле очень страшно. Это ужасно, да. Марин, ну, а мы вот сейчас видим, что ты чувствуешь себя гораздо лучше, поэтому хочу... И мы знаем, что ты все-таки пришла в коралловый клуб. Как было принято это решение? Почему? И не думаешь ли ты, если бы ты стала дальше следовать предписаниям доктора, то ты могла бы и на тех его указаниях, да, улучшить свое состояние? Почему именно, да, коралловый клуб? Сразу ты ли поверила в то, что действительно тебе могут помочь в коралловом клубе? Ну, в коралловый клуб я пришла в прошлом году, в мае 2019 года, познакомилась с Анной Гинку, которая мне рассказала про всю терапию, про все методы очистки организма, про комплексный подход, про натуральные витамины и продукцию вообще коралл-клуба, про воду коралловую и так далее. Я села, подумала, поразмыслила, почитала, целую кучу информации перелопатила. Наверное, месяц я себе думала, читала это все и решила, что однозначно хуже не будет. Попробую еще и этот способ. Ну вот, я не промахнулась, кстати, со своим решением. Я считаю, что было правильно принятое решение. А что было решающим фактором? Вот почему именно в пользу наших добавок ты приняла решение? Ну, во-первых, тот факт, что есть те 3%, он еще сидел у меня в мозгах, он до сих пор никуда не делся, 3% людей, которые выздоровели. Вот я хочу быть в этих 3%. Плюс коралловые добавки, они натуральные, это меня очень привлекло. И третий факт – это концепция здоровья, о которой мне рассказали Анну Гинку, вот Ирина Дубова, Ирина Крекунова, они мне четко все по полочкам разложили. И мне очень-очень понравился сам подход и вся эта концепция здоровья. Я решила попробовать сделать чистку организма полностью от макушки до пяток и вот. То есть тебе не предлагали какой-то волшебной палочки, да? То есть тебе предложили просто пройти концепцию и какого-то гарантированного результата тебе не обещали. То есть каждый организм, насколько я понимаю, откликается по-разному, правильно? Конечно. Ну, волшебная палочка – это… Ну, мы же не в сказке живем, да? Каждый прекрасно понимает, что волшебной палочки нету. Мне бы, конечно, очень хотелось, чтобы она была, но такого варианта нету. Всему нужно свое время, всему нужно терпение и понимание того, что ты делаешь, во-первых. И, во-вторых, настойчивость, и если ты четко следуешь указанным, скажем так, пунктам, то результат не заставит долго себя ждать, как было и в моем случае. А вот, Марин, подскажи, пожалуйста, зачастую люди, в принципе, которые начинают проходить программы очищения, да, у многих иногда на первых этапах появляется такой момент ухудшения, да, то есть такие ухудшения состояний. У тебя такое было, и если было, то не испугало ли тебя это? Ну, это при любой терапии. Это я знаю давно. При любой терапии всегда есть момент регрессии, то есть наступают ухудшения. Поэтому меня это не испугало, да, у меня целая куча дерматологии повыскакивало, всякие, еще больше, чесаться все начало, цистит участился, ну, как-то странно, да? Но ты не отпянулась, да? Были и положительные. Нет, нет, но оно всего неделю такой момент обычно держится, такое состояние, поэтому быстро прошло и забыли. Потому что очень многие ухудшения, очень многие теряют веру, да, и очень многие бросают. Я тоже считаю, что это неправильно, потому что на самом деле это просто момент такой, ну, оздоровления, да, то есть тело начинает гнать все это дело из себя, поэтому вот так вот может, к сожалению, у некоторых случиться. У меня, когда я проходил программу очищения, у меня, допустим, такого не было, а у многих вот такое происходит, к сожалению. Ну, организм откликается, значит, это хорошо. Хорошо, это наоборот положительно. А как быстро, допустим, у тебя пошли первые вот значительные улучшения после вот начала прохождения программы? Буквально на второй неделе я уже заметила, что я начала намного лучше спать. Раньше я страдала бессонницами, а вот со второй недели первого месяца, первая программа «Биток» я уже спала как младенец. То есть в 10 меня вот так вот кнопочку нажали, выключили, и в 7 часов утра включились. Замечательно. То же, как сова, лежишь и там считаешь всяких слоненков, облачка, не знаю, баранов. Здорово. А подскажи, пожалуйста, когда ты вот эти программы проходила, ты контролировала, допустим, свое состояние у врачей? То есть ты следила динамику вот именно вот своего этого всего процесса параллельно, да, вот у докторов? Первый месяца нет. Я поехала снова к этому доктору, который занимается биорезонансной терапией, месяцев через 9-10 примерно после начала своей терапии в коралл-клубе. И он ничего не говорила ему, он провел анализ, исследование, и он был вообще реально в шоке. Он с такими глазами смотрел на меня, говорит, Марина, иди сюда, рассказывай мне, что ты делаешь. Я говорю, в чем проблема? Говорю, доктор. Он говорит, ну, у тебя на 40% общее состояние улучшилось. Говорит, я хочу знать, что ты сейчас делаешь. И это было вот на февраль, январь-февраль 20-го года, получается. Вот. Я ему рассказала подробно о коралловом клубе, о терапии, которую я прохожу по концепции здоровья. Он в этот момент начал ковыряться в своем ящике, достал мне пакетик Коралл Майн. Коралл Майн. Говорит, блин, говорит, как так? Мне 6 лет назад об этой компании рассказывали, а я не поверил. Да, и говорит, Марина, продолжай на все 100, и... А он греком? Грек или Сороцкий был? Грек, грек. То есть о коралловом клубе уже даже 6 лет назад знали и в Греции, просто, ну, немного тоже не верили. Марин, а мы вот не коснулись еще такой темы. Скажи, ну, так как у тебя было заболевание не такое, как у всех, да, то есть это достаточно серьезный процесс, ты проходила все точно такие же программы по восстановлению здоровья, то есть концепция пошаговая очистка, антипаразитарная, очистка кишечника, или у тебя были какие-то нюансы, которые именно направлены были на... вот в эту сторону, то есть чем, в чем отличие было, если оно было? Концепция все точно так же пошагово, но у меня было... были усиленные программы и направленные на восстановление нервной системы в основном. И у меня было три паразитарных программы, пока я не дошла до коловады, у меня было две лимфочистки, ну, там достаточно сложно, они были более упакованы, мои программы. Но меня это не пугало, потому что я видела результаты с каждым месяцем, да, я бы сказала, даже с каждой неделей. Я видела новые результаты, которые меня просто радовали, просто. Счастью не было предела, когда вся дерматология ушла, циститы прекратились, ну и так дальше. Марина, а что бы ты вот посоветовала, и просто сталкиваясь с тем, что люди действительно отчаиваются, например, там у них месяц или два нет вообще никаких улучшений, вот ты их почувствовала. Вот что бы ты сказала, и действительно ли, как быть людям, которые не видят на первых порах каких-то улучшений? Ну, смотри, во-первых, люди все разные, не всем можно доказать, не всем можно рассказать, они не все воспринимают просто ту же информацию, которую приняла я. Особенно люди с рассеянным склерозом, я могу просто сказать из личного опыта, у них очень сильно развивается депрессия. Когда человек в депрессии, ему вообще ничего не расскажешь, ничего не докажешь, и он вот как лошади, вот знаешь, с этими штучками на глазах, да, вот как врач сказал, колется этими уколами, этот интерферон, какие-то там таблетки принимают, тут на какие-то терапии внутривенно ездят в больницу, вот как доктор прописал, и все. А ты можешь нам не рассказывать, если тебе хочется, то рискуй своим собственным организмом. Вот так обычно они реагируют. Но из моего личного опыта я бы всем, всем, вот особенно после того, как я увидела свои собственные результаты, когда я начала их видеть, и они были такие четкие, яркие, и просто мне хотелось кричать, выйти на улицу, и всем, говорю, вот просто, ребята, смотрите, говорю, смотрите, вот счастье есть. Класс. А когда я села за руль машины, вообще, то есть я плохо хожу, но я могу водить машину уже. Понимаешь, это я с лежачего состояния до туалета дойти не могла, а тут я уже вожу машину через полгода. Потрясающе. Удивительно. О чем это говорит? Ну, а скажи, ты вообще все свои вопросы решила по здоровью, вот на данный момент? На какой стадии, на каком этапе ты находишься? Вот сколько пришло, полтора года или уже больше? Что ты делаешь? Полтора года, да, прошло полтора года. Все побочные проблемы, которые у меня были, а их было целая куча, вот так вот взять весь медицинский справочник, по одному, по пункту у меня все было. Волосы выпадали, ногти ломались, циститы, желудок полностью, в туалет раз три дня ходить, все, что кушаешь, оно возвращалось. Ну, целая куча. Вот назови, все, у меня все было. Вот это все прошло. Даже псориаз на локтях у меня был. Он прошел. У меня абсолютно чистая кожа, у меня... Ничего меня не беспокоит, кроме вот еще никак не наладится походка. Но это все зависит от восстановления миелиновой оболочки на нервных окончаниях. Вот когда она восстановится, тогда все... Я смотрю, ты так плотно изучила эту тему, наверное, можешь давать лекции по этому поводу. Ну, смотри, организм же в течение семи лет полностью, все клеточки обновляются. Поэтому, если у меня даже это займет семь лет на восстановление, то я все равно буду бегать. Все мои клеточки восстановятся, но кожа через 21 день полностью обновляется, печень через два с половиной года. Ну, так миелиновая эта оболочка тоже входит в эти семь лет. Ну, в какой-то период она же обновится. Конечно. Ну, Марина, по сути дела, ну, наверное, можно сделать такой вывод. То есть кому-то из людей, наверное, удобно жить со своим заболеванием, а кто-то, наверное, ищет все-таки пути решения и идет дальше к своей цели, да? Сто процентов. Некоторым людям просто удобно жить, и им нравится жить в своем вот этом панцире, вот плакаться, они такие бедные, несчастные, пожалейте меня, у меня такое заболевание, ну, это не мое, просто не мое. У меня еще один вопросик. Мария, подскажи, пожалуйста, ты, когда проходила программы очистительные Кораллового клуба, ты параллельно не принимала ничего, да, допустим, из того, что назначал доктор, если назначал, а из каких-то химических препаратов? Нет, я принимала в самом начале, но потом с них так быстро слезть нельзя, это вот как, по сути дела, к ним идет привыкание организма, если ты прекратишь резко эти уколы, то начнется такая ломка, как у наркоманов, собственно говоря, там побочных эффектов больше, чем, я не знаю, положительных вообще от этого укола. Ну, положительных, если честно, за 4 года я не нашла в этом уколе никаких эффектов. Вот, поэтому я с уколов постепенно сходила, и через 10 месяцев примерно я их совсем прекратила. Сейчас я без укола уже больше, чем полгода. Ну, круто. Я только на коралловых продуктах, да, на коралловой продукции только. Круто. Марин, а вот, скажи мне, я забыла спросить, да, в начале нашей беседы, ты как-то, помимо того, что ты вела здоровый образ жизни, были какие-то еще, в принципе, изменения по образу жизни, по тому же питанию, были ли какие-то диеты, ты что-то поменяла? Ну, для меня это было несложно. Я уже сказала, у меня достаточно правильный образ жизни был, и питание, овощи, фрукты, все как положено. В коралловом клубе, вернее, идя по концепции здоровья, там совсем маленькие для меня изменения были. То есть, если там пишут, нельзя хлеб с дрожжами, ну, хорошо, но есть же и бездрожжевой хлеб, ну, в чем проблема? Или там майонезы нельзя, ну, я их и так не ела. Для меня это было не проблема, да, вообще не тяжело было. Потому что для многих, к сожалению, это проблема для людей, потому что самое страшное – это изменить свое традиционное питание. И для многих это прямо вызывает какие-то шоковые состояния, что, на самом деле, тоже для меня очень удивительно, на самом деле. Ну, да, есть люди, я и не сладкоежка была, поэтому отказаться от сладкого, там, какой-то печенюшки, пироженки, ну, да ради бога. Марин, а я еще вот что хотела спросить. Знаю, что после того, как ты получила такие результаты, к тебе стали обращаться другие люди из других наших структур в Корале, да, потому что действительно это такой результат, который заслуживает какого-то пристального внимания, и на это обращают люди. Действительно, это серьезные, серьезная победа, я считаю. Да, ко мне обратились, я на некоторых зумах просто делилась своим результатом, и из других структур люди услышали, и вот попросили меня пообщаться, я общалась с тремя женщинами, у которых тоже рассеянный склероз. Одна девушка вот в Канаде, и, кстати, она тоже, она меня услышала, она решила полностью повторять вот шаг в шаг, буква в букву все мои программы, она точно так же все покупала, как и я, и все так же принимала. И она, по-моему, намного дольше, чем я, у нее этот диагноз, я не помню уже, если честно, она замужем, и у них не было детей. Так вот, самый крутой результат у нее, она сейчас беременная. Она не могла забеременеть столько лет, да, она сейчас беременна, а она всего прошла, по-моему, пять месяцев. Удивительно, правда. Круто. Да. Это не может не радовать. А ей врачи говорили, ну, или эко-делай, или, ну, вот, никак, говорит, у вас не получится у самих. Она сейчас мне позвонила буквально две недели назад и говорит, Марин, я беременная? Я поздравляю вообще. Очень здорово. Вот мы с Аленой поэтому решили это интервью с тобой сделать, потому что я считаю, людям нужно об этом все рассказать, потому что действительно есть выход, есть решение. И я считаю, что и Алена так считает, я думаю, ты так считаешь искренне, что тебе нужно делиться. И максимально людей нужно, я считаю, должны об этом знать, что есть пути выхода, да, что не надо расстраиваться, что не нужно отчаиваться, что вот эти три процента, которых ты сказала, да, их нужно расширять, их нужно превращать в тридцать, а в тридцать потом превратить в триста, да, чтобы вот люди понимали, что все в голове, все просто нужно для себя решить и все, и действовать. И тогда, я думаю, что тут, кажется, дорогу оселит идущий, и все будет замечательно. Рома, ну а я бы знаю, что еще хотела сказать. Если, в принципе, идти даже здоровому человеку по концепции здоровья, я просто уверена, что даже если вдруг возникнет какое-то генетическое заболевание или, в принципе, столкнется с какой-то такой человек ситуацией, но который живет, скажем так, уделяет внимание своему собственному здоровью, то эти ситуации пройдут намного, намного, скажем так, безболезненно, более просто, да, и мягче, да, простите, мягче, и не будет необходимости обращаться к врачам. Кстати, я сегодня вот так краем уха прослушала лекцию доктора одного, он сказал, что только, ну вот нормальный человек никогда в жизни не обратится к врачам, если он действительно хочет быть здоровым. Ну, тут это спорное мнение, то есть я никак не против врачей, но на самом деле, на самом деле, если ты хочешь быть здоров, займись своим здоровьем сам. Я, к сожалению, сейчас, что есть у нас Министерство здравозахоронения, да, поэтому, ну, к сожалению, поэтому вот, к сожалению. Ну, это подсказываю, что, да, здоровье наше, это в наших руках. Абсолютно. Потому что лично каждого здоровья никаких врачей не интересует. То есть выздоровеешь ты там или не выздоровеешь, ну, вот тебе пилюлька, иди там, или укольчик себе сделай, и с Богом. Собственно, будем заканчивать нашу встречу. Друзья, если у кого-то будут какие-то вопросы, вы можете обращаться ко мне, к Роману, к Марине. Мы будем рады вам помочь, потому что действительно, может, кто-то ищет этот выход, и действительно, кто-то сегодня услышит о том, что и как можно улучшить свое состояние, либо помочь себе, либо своим близким. Будьте здоровы и ждите наших следующих историй. Мы обязательно вам расскажем, что это интересное и новое. Мариночка, спасибо тебе огромное, спасибо, что уделила время. Ты очень сделал очень интересную встречу для нас. Ты сейчас светишься, мы желаем тебе соленое, я думаю, все наши зрители, все желаю тебе искреннего здоровья, чтобы ты наконец-то избавилась от всех этих негативных штук. Цвети, пахни, что все было хорошо. Ты и так уже светишься, да, потому что ты говорила за проблемы с кожей, но ты реально, я смотрю, ты прямо реально светишься, это так круто. Цветенько. Да, это здорово, поэтому спасибо тебе еще раз огромное. Да, огромное. Спасибо большое, мы тебя любим, да, ты освещаешь нашу команду, да. Спасибо, что пригласили, мне было тоже очень интересно и очень рада поделиться своим результатом. И очень хочу, чтобы много людей меня услышали просто. Так что, ребята, слышали? Услышьте. Все, ребят, всего хорошего, все, счастливо. Всем пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok